Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Благодаря поддержке губернатора Самарской области с апреля поднимут зарплаты водителей трамваев и троллейбусов сразу на 20%, усилят соцпакет. В свою очередь город также изыскивает возможности для увеличения заработка кондукторов ТТУ и привлечения новых специалистов. Все зависит от человека. Не работа красит человека, а человек работал. Спокойствие. Только спокойствие. Когда спокойно, и все хорошо получается. И только вперед. Работая в шумном мегаполисе, Игорь Асадуллин не теряет веру в романтику дорог. И хоть вагоновожатый и не колесил между городами, почти за 40 лет водительского стажа километров накатал немало. В далеком 87-м он пришел в ТТУ в Ташкенте, а еще через год переехал в Самару. Здесь и остался. До сих пор вспоминает самые мельчайшие детали своего первого выезда на линию. Сейчас, говорит, в трудовой книжке и места не хватает, чтобы уместить все трамваи, которыми приходилось управлять. Я даже помню, как я первый раз нажал на ручку управления. Это я помню прекрасно. Потом обкатался и работал на КТМ 5М. А когда сюда приехал, здесь уже театры, чехословацкие трамваи. С 11-го года стали приходить вот эти вот красавцы у КВЗ. Хозяйка в салоне трамвая – Любовь Ананченко. Кондуктором трудится уже 13 лет. Говорит, свою работу ни на какую другую не променяет. Сейчас и думается по-другому, отмечает Любовь. В голове всегда открыта карта. Родной город изучила, как свои пять пальцев. Это, прежде всего, общение. Заходит человек. Он, допустим, приехал сюда. Правда? Ну, у кого он может спросить? Иногда прохожие, например, кто на остановке стоит, они не в состоянии. Они говорят, я просто не знаю, я тоже приехал. А мы обычно все знаем. Тем более за давностью лет. Уже знаешь, каждая остановка. Даже дома, знаешь, какие там организации находятся. Я до последнего здесь останусь. Это как кровь живая. Вот общение с людьми. Мне очень нравится. Я иду на работу. Я как рыба в воде. Работа на муниципальном предприятии – это стабильность, подчеркивают сотрудники. Белая своевременная зарплата, стаж, бесплатное обучение с выплатой стипендией в размере МРОД, который скоро повысится. Приезжим предоставляется место в общежитии. На предприятии есть возможность повышать классность вождения, участвовать в конкурсах профмастерства городского и всероссийского масштабов, по результатам которых также можно повысить статус и увеличить свой доход. Это как стабильность завтрашних дней, это стабильная заработная плата, которая выплачивается два раза в месяц, без задержек, без всего. Отпуск оплачиваемые, льготные пенсии. То есть, как бы я просыпаюсь утром, и я знаю то, что я приду, у меня будет работа. С каждым годом муниципальное предприятие развивается. Приходит новая техника. Например, в прошлом году в Самару доставили 22 ультрасовременных троллейбуса с кондиционерами «Адмирал». Старая техника при необходимости ремонтируется. Для этого в управлении есть специальный цех. Кроме того, во взаимодействии со специалистами из Екатеринбурга прорабатывается вопрос капитально-восстановительного ремонта старого парка моделей «Татра». При этом масштабное обновление обойдется дешевле закупки абсолютно нового транспорта. Однако и на новые вагоны тоже рассчитывают. Сейчас заявка на приобретение 34 современных низкопольных трамваев находится на рассмотрении в Москве. Будут заниматься и ремонтом городских трамвайных путей. Прежде всего, это улицы Новосадовая и Ташкентская. А на пересечении Ставропольской и Нововокзальной планируют реализовать проект реконструкции транспортного узла. В перспективе строительства путей для левого поворота с улицы Нововокзальной на Ставропольскую. Проект получил положительное заключение экспертизы. На данном участке сейчас есть только правый поворот в сторону улицы 22-го партсъезда. Левый поворот позволит ввести новые маршруты, которые обеспечат более быстрые поездки из 15-го микрорайона до центра Самары, увеличит пассажиропоток. По проекту перекресток Нововокзальной и Ставропольской собираются реконструировать, в том числе оборудовать возвышенные платформы для ожидания трамваев, чтобы маломобильные граждане не испытывали трудности при входе и выходе из вагонов. Кроме того, реконструкция позволит решить и ряд технических проблем. Например, если сейчас выходит из строя трамвай в районе улицы Ташкентская, то его приходится буксировать ДТП через улицу Аврора. Это занимает много времени и тормозит движение остального транспорта. Новая схема позволит сразу выходить на улицу Нововокзальная, пояснили в дирекции ТТУ. На предприятии стремятся создать условия для наиболее комфортной работы и жизни в большом городе. Самарцы это замечают. Везде остановки по всему городу, развитая инфраструктура. Экологичный, удобный транспорт и просто окружающие средства. Полное укомплектование штата – одно из важных условий для реализации всех планов и проектов. Сейчас в городском трамвайно-троллейбусном управлении трудится порядка трех тысяч сотрудников. Меньше трети из них – это водительские и кондукторские составы. И потребность в кадрах есть. Есть определенный дефицит кадровых работников. Ну, связано это прежде всего с тем, что на предприятии достаточно такой возрастной состав. Поэтому мы призываем к себе молодежь, нам требуются водители, нам требуются кондуктора. Губернатор Дмитрий Азаров анонсировал новые меры поддержки работников общественного транспорта в Самаре. Среди них повышение зарплат водителям сразу на 20% с начала апреля. На эти цели выделят дополнительные средства – 80 миллионов рублей из регионального бюджета. Также будет направлено 250 миллионов рублей на развитие в целом сферы общественных перевозок в Самаре. Мы, со своей стороны, изыскиваем возможность поднять заработную плату и кондукторам. Надеюсь, что данный шаг позволит нам сократить отток и привлечь вновь водителей и кондукторов на работу. Очень надеюсь, что вот эта проблема будет решена. И понимаю, что действительно за электрическим транспортом будущее. Необходимо отметить, что работа этого предприятия всегда находилась в сфере внимания администрации городского округа Самара. И на самом деле заработная плата неоднократно и регулярно поднималась даже в непростой период пандемии. На предприятии есть профсоюзные организации с серьезным социальным пакетом. Но, конечно, необходимо отметить, что заработная плата и у водителей, и у кондукторов на сегодняшний момент, большому сожалению, оставляет желать лучшего. Мы приветствуем решение губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова о выделении дополнительных средств на увеличение зарплаты. Порадовало и готовность главы города рассматривать и обсуждать вопрос индексации увеличения заработной платы и кондукторского состава. Это очень важно. На специальном совещании в городской администрации, куда были приглашены лидеры транспортной отрасли области и города, профсоюзов, обсудили как предлагаемый социальный пакет, так и дополнительные меры стимулирования работников муниципального предприятия. Так, среди предложений и повышения учебных стипендий, чтобы уже на моменте стажировки водители смогли чувствовать себя стабильно и были замотивированы. Стоит отметить, что после обучения трудоустройство гарантировано. К тому же уже сейчас к основному заработку молодым водителям полагаются дополнительные средства. Кроме того, глава города поручила рассмотреть возможности оказания помощи в образовании детей сотрудников ТТУ и в целом проанализировать предложения, касающиеся улучшения условий труда и отдыха персонала предприятия. Также во взаимодействии с областными властями решено, что сотрудники ТТУ получат право бесплатного проезда не только в городском транспорте, но и в пригородных электропоездах. Редактор субтитров А.Семкин